Приветствую всех и приглашаю вас в наш десятый эпизод Джанесс Лонжевити Ти Ви. Зен Боди Для чего служит Зен Боди? Зен Боди служит для потери жира, а не потери веса. Итак, в чем разница между потерей жира и потерей веса? Чтобы понять разницу, давайте посмотрим, из чего состоит наше тело. Наше тело состоит из трех частей. Наиболее важная часть — это вода, которая составляет от 60 до 70% от общего веса. Затем мышечная масса, которая состоит из мускулов и костей и составляет от 20 до 30% от общего веса. И, наконец, жир, составляющий от 5 до 30% от общего веса в зависимости от вашей комплекции. При потере веса мы главным образом теряем воду, мышечную массу и жир. И это не очень хорошо, так как вода необходима нашему организму. И очевидно, что мы не хотим расставаться с мышечной массой. Исходя из этого, ученые пытались найти способ для потери веса без потери мышечной массы, учитывая, что мы всегда можем пополнить водный запас, выпив воды. Итак, что происходит, когда мы принимаем пищу с точки зрения энергии? Пища разбивается на макронутриенты, которые состоят в основном из белков, жиров и углеводов, и на микронутриенты, которые состоят из витаминов, минералов и микроэлементов. Все эти питательные вещества пересекают кишечный барьер и попадают в кровь. Углеводы первоначально поступают в небольшое хранилище в печени. И сохраняются там в виде гликогена. Но это место хранения ограничено. Все это контролируется и управляется парой противоположных гормонов, называемых инсулин и глюкогон. Но если мы не нуждаемся в немедленной энергии, или если объемы хранения печени исчерпаны, то углеводы преобразуются в жир и направляются в жировые клетки. Это приводит к набору веса. В случае, если вы едите слишком много пасты, пиццы, печенья, хлеба или сладких напитков. Белки направляются туда, где это необходимо. Но в случае потребности они тоже могут быть преобразованы в жир. Жиры, как правило, отправляются напрямую в жировые клетки. И чем больше жира вы получаете с пищей, тем больший запас жира вы получаете. Теперь, что же происходит, когда жир попадает в жировые клетки? Как я уже говорил вам, наши гены ориентированы на сохранение энергии и будут неохотно отдавать ее из клеток. Это то, почему природа выстроила сложную сеть гормонов, контролирующих поступление и вывод жира из жировых клеток. Наиболее важные гормоны – те, которые контролируют чувство голода. И, как обычно в физиологии человека, у нас есть два противодействующих гормона. Грелин – гормон голода, который проявляет себя следующим образом. Этот гормон выделяется, когда желудок пуст и просит вас поесть. Лептин – гормон сытости, который выделяется, когда ваш желудок полон и дает сигнал, чтобы вы прекратили есть. Адипонектин – это гормон, который производится исключительно в жировой ткани и действует совместно с лептином и инсулином. G3PDH – это не гормон, это фермент. И это плохой парень, так как при его выработке все углеводы преобразуются в жир. Норопинифрин является гормоном, который увеличивает термогенез, что означает производство тепла в организме и, следовательно, помогает сжечь больше жира. Что происходит, когда мы поправляемся? Наша жировая ткань, особенно на животе, может стать резервуаром для очень агрессивных молекул, которые создают синдром тихого воспаления. Что это означает? Это означает то, что эти плохие молекулы будут связываться с лептином и инсулином, препятствуя их работе. И будут создавать порочный круг, где лептин не будет выполнять свою роль сигнала о сытости, и вы будете чувствовать себя голодным постоянно. Тогда вы будете много есть, но инсулин не сможет выполнять свою роль в работе с сахаром и жиром. Уровень сахара в крови будет расти, создавая предпосылки к возникновению диабета второго типа. Адипонектин, который сотрудничает с лептином, более не будет функционировать. Весь этот порядок приведет к серьезным хроническим заболеваниям, включая диабет и рак. Вот почему Дженес создал Зен Боди, линию из трех продуктов, разработанных, чтобы помочь вам избавиться от жира, сохраняя при этом, насколько возможно, вашу мышечную массу. Зен Боди – это линия из трех продуктов, разработанных для трех целей. Перестать хотеть есть, начать терять жир, восстановить мышцы. Первый продукт – Зен Шейп. Зен Шейп создан, чтобы помочь вам восстановить нужный уровень лептина и адипонектина, которые помогут справиться с тягой к еде и чувством голода. Главным компонентом является Ервингия Габонская, известная как Африканский манго. Он представлен в сочетании с зеленым чаем и малиной. Кетоны-малины – это лучшее, что вы можете использовать, если у вас чрезмерный аппетит. Африканский манго поможет регулировать уровень лептина. Кетоны-малины обнаружат все жировые клетки в вашем теле и подготовят их для перерабатывания в энергию, повышая уровень адипонектина. Зеленый чай будет поддерживать уровень гормона адреналина и помогать сжиганию жира. Три ингредиента снизят уровень G3PDH и риск преобразования сахара в жиры. Зен-Шейп представлен в капсулах, и мы рекомендуем принимать по две капсулы каждый день, по возможности, до еды. Беременным и кормящим женщинам или людям с медицинскими заболеваниями перед приемом Зен-Шейп следует проконсультироваться с врачом. Зен-Фит Зен-Фит создан, чтобы помочь минимизировать потерю мышечной массы и восстановить ее. Это амино-напиток в индивидуальной упаковке. Смешайте один пакетик и 300 миллилитров холодной воды и принимайте за 30-60 минут до двух главных приемов пищи вместе с капсулами Зен-Шейп. Каждая упаковка содержит 20 граммов высококачественного протеина, а также все аминокислоты с разветвленной цепью плюс дополнительный L-лейцин. Аминокислоты необходимы для вашего здоровья, но организм не может производить их самостоятельно. Поскольку мы стареем, нам становится труднее строить или поддерживать мышцы даже с помощью упражнений. Однако исследования показали, что то, в чем мы нуждаемся, это большее количество аминокислоты под названием L-лейцин. И она входит в Зен-Фит. L-тирозин способствует увеличению базального метаболизма и поддержанию работы щитовидной железы, чья активность может снизиться в период диеты. Зен-Фит содержит L-тирозин. Аминокислоты с разветвленной цепью особенно важны для того, чтобы сохранить или нарастить мышцы, которые стимулируются при физических нагрузках. И Зен-Фит содержит их. И, наконец, аминокислоты также активизируют нейротрансмиттеры в головном мозге, которые ответственны за настроение. Перейдем к последнему продукту. Зен-Про. Протеин, белок, это базовое топливо для наших мышц. Вот почему мы включили в Зен-Про высококачественный комплекс протеинов из молочной сыворотки, риса, гороха и микрогранул семян Чия. Формула Зен-Про также содержит в себе смесь пробиотиков, полезных бактерий, чтобы оптимизировать пищеварение и помочь вам оставаться худым. Вы смешиваете один пакет с 300 миллилитрами холодной воды или рисового или миндального молока и используете этот коктейль, чтобы подкрепиться один или два раза в день. Как увидеть результаты? Обычно, чтобы увидеть прогресс, вы каждый день встаете на весы. Не делайте этого с Зен-Боди. Используйте другой метод. Первое, что нужно сделать, это выяснить, много ли у вас лишнего жира. И для этого есть множество способов. Некоторые из них очень дорогие, но самый лучший самый точный это сантиметровая лента для измерения вашей талии. Возьмите ленту достаточной длины и поместите ее на уровень пупка. Для женщин окружность талии в 80 сантиметров будет показателем здоровья. Если же значение находится между 80 и 88 сантиметрами, есть некоторые риски, но с ними легко справиться. Показатель более 88 сантиметров указывает на риск сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических заболеваний, что весьма важно. Здоровье мужчины будет в опасности, если показатель будет более 94 сантиметров. И этот риск особенно высок, если он превышает 102 сантиметра. окружность вашей талии будет вашим гидом во время путешествия к лучшему здоровью. Однако, если вы хотите получить максимальный эффект и добиться наилучших результатов сен-боди, вам также необходимо улучшить ваш образ жизни. Меня зовут Уильям Амзалак, увидимся в следующем эпизоде. Спасибо. Продолжение следует...